здравствуйте дорогие телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая бедовая значит сегодняшняя тема очень серьезная вот сосредоточьтесь пожалуйста речь пойдет о том кого и куда посадить на грядке учитывая те растения которые росли раньше то есть в том году на этом месте есть вопрос есть и ответ вот на этом месте росла капуста три льда на месте бы капусты конечно хорошо посадить посленовые но одно но есть вот здесь видите полоска грядочка купчиха земляника а у помидор у посленовых и у земляники фитофтора ну сестра родная просто нельзя рядом помидоры значит помидоры переедут вот сюда где отдыхает земля вот сюда перейдут помидоры но с краю посажу горох такую грядочку солидненькую почему потому что горох очень плодотворно действует на все виды посленовых особенно картофель ну касается и помидор тоже и увеличивает урожай и защищает еще посленовые растения значит на этом месте у нас росла свекла ее был рядочек всего значит на это место спокойно совершенно можно посадить например морковь но морковь хороша будет на том месте где рос лук а на месте лука это вон те грядки их поменяем местами на месте лука будет расти морковь вы должны четко понимать какие растения совместимы какие несовместимы и если у них одинаковые болезни здесь конечно вот посадить бы картошку опять земляника рядом она точно заболеет фитофторы а этого не хотелось бы поэтому может быть морковь переедет сюда поскольку не имеет одинаковых болезней земляникой я надеюсь что им будет хорошо но здесь великовата грядка поэтому и свеклу можно пересадить сюда тем более что под капусту мы обычно вносим да там картофель этот кашу картофельную либо перегночек не 1 а там 3 4 года доломитовую муку естественно и я хочу остановиться еще и на том что внести в землю под перекопку сейчас до высадки еще практически полтора месяца но месяц как минимум поэтому все это начнет работать поймите что то что вы в тазиках делаете дома смеси и она у вас стоит в тепле там но в лучшем случае на балконе там нет дождя там нет снега там нет влажности в воздухе такой и процесс раскисления практически не идет а вот здесь он будет идти и понадобится вот три-четыре недели для того чтобы раскисление произошло поэтому если здесь будут растения морковь свекла нет вот под свеклу грядочку я обычно в один ряд сажаю свеклу сею и конечно ей надо слабо кислая значит суда компостика кисловатого надо добавить а под морковь сейчас внесем горчичный жмых и доломитовую муку и обязательно это сделаем и под помидоры и под перцы и под баклажаны и под помидоры в теплице тщательно в теплицах и парниках если они закрыты тщательно пролить после перекопки слышите меня тогда процесс пойдет правильно и никаких проблем у растений не будет чтобы корни там в этом всем как вы любите перегноя золы марганцовкой полить там проблема возникнет сразу этого делать нельзя тем более в теплице нет дождя и нет снега пролить обязательно горчичный жмых хорош тем что он избавит вас и от фузыриоза и от фитофторы по крайней мере в наименьшем количестве будут болезни эти пресловутые уже из расчета 30-40 грамм то есть одна столовая ложка на луночку но я предпочитаю всегда не в луночку а во всю грядку ведь корневая система уходит у растения ну что такое горсточка в луночке ну как она будет бороться с окружающей ее почвой да никак поэтому давайте без жаба чтоб не давила вас вот таким образом просыпем под морковь грядочку так чтобы было видно и было понятно у меня еще есть несколько пачек я покупаю всегда достаточно много это органическое удобрение прекраснейшая просто которая ну защитит почву и растения от всяких ненужностей вы же не успели в прошлом году уже как бы в августе месяце убрав какие-то культуры посеять белую горчицу раз не успели значит горчичный жмых это для вас есть еще горчичные шарики их можно тоже вносить таким же образом они в почве растворяться и прекрасным образом сработают так но это только горчичный жмых а нужно еще обязательно раз это морковь значит мы внесем еще одну штуку это конечно доломитовая мука из расчета один стакан доломитовой муки на один квадратный метр один раз в 3-4 года раскислять все время каждый год нельзя вы просто испортите всю почву и мы вот таким образом ну стакан это примерно две такие горсти аккуратненько вот так вот на квадратный метр слышите примерно вот так вот это все под перекопку когда вы все перекопаете не забудьте раз это морковь значит морковная муха может появиться если поверхность почвы вы будете поливать излейки они в межи рядом с грядкой здесь два ряда моркови будет всего и обязательно проливка после того как перекопали раствором нашатырного спирта из расчета 3 столовых ложки на 10 литров воды это максимум еще раз повторяю не сделайте того чего не надо потом не обижайтесь если вы 7 8 положили как рекомендуют некоторые блогеры ну все земля готова к посадке по рекомендациям вообще ученых плодоводов овощеводов рекомендуется для свеклы слабо кислое для огурцов слабо кислое для моркови капусты для помидор перцев баклажан картофеля нейтральная почва для чеснока и лука слабо щелочная не забудьте в грядке которые вы будете готовить для лука весенней посадки обязательно внести хорошее количество золы это то что ему надо почва уйдет в щелочную сторону это будет то что требуется этим культурам ну на этом все всего доброго и до свидания